Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. В студии Сергей Уланов и в начале выпуска коротко о главном. Не удержали. В Казахстане снова подорожает хлеб. Какими причинами объясняет рост цен в правительстве? По чьей вине? Аким от Ираусской области Нурлан Угаев прокомментировал смерть младенца в властном перинатальном центре. Высокие гости. Западно-Казахстанскую область посетила правительственная группа во главе с вице-премьер-министром Вердебеком Сапарбаевым. Какие объекты посетили представители министерств и о чем рассказали? Новости столицы. В Казахстане подорожает хлеб. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Сапархан Умаров на брифинге в правительстве. А председатель Национального банка Ербулат Досаев на заседании правительства указал на рост цен на продовольственные товары. По его словам, мясо и хлеб уже подорожали. Они, по его словам, вносят наибольший вклад в инфляцию. Цены на мясо выросли на 13%, на хлебобулочные изделия и крупы на 12%. Дешевый хлеб уйдет в прошлое. Самый ходовой продукт может подорожать. Сегодня чиновники заявили, что для этого есть ряд объективных причин. Одна из них – повышение стоимости зерна. Следом, по понятным причинам, дорожает мука. Конечно, цена на хлеб резко не повысится, но колебания будут. Если для потребителей эта новость едва ли не трагедия, то для сельхозпроизводителей, напротив, настоящий праздник. Ведь в условиях сдерживания цен бизнесмены уменьшали вес буханки и не следили за качеством хлеба. Повышение будет. Повышение будет. Повышение будет незначительное. Для того, чтобы не допустить резкого повышения цен на хлеб, мы сейчас занимаемся с продкорпорацией, закупом зерна, именно стабилизационный фонд продкорпораций. С популярностью хлеба в Казахстане, да и, наверное, в любой другой стране, мало какой из продуктов может соперничать. Впрочем, казахстанцев повышением стоимости хлеба уже не удивить. В год он дорожает не реже двух раз. Ценники в магазинах переписывают, как правило, весной и осенью. Чиновники уверяют, делают все возможное, но сдержать стоимость все равно не получается. Но насколько конкретно подорожает продукт номер один? Сейчас цена на хлеб в районе 75-78, в зависимости от региона. Я предполагаю, что незначительное поднятие это где-то в районе 80-82. Пекари же жалуются, что сейчас работают себе в убыток. И незначительный рост на несколько тенге все равно не спасет их предприятие. На повышение стоимости влияют несколько факторов. Топливо, электричество, ну и сама мука. А вся эта троица, как мы видим, постоянно дорожает. Боржанжи Ахмед Ахмедяр Ильязов, столичное бюро ТДК-42. Акима Тараусской области Нурлан Ногаев прокомментировал смерть младенца в областном перинатальном центре и попросил дождаться официальных результатов расследования. Около 80% новорожденных, попавших в реанимацию, составляют недоношенные и новорожденные с очень низкой массой тела, заявил Ногаев. Он заверил, что вопрос родовспоможения и детской смертности находится в приоритете. И по сравнению с прошлым годом наблюдается спад смертельных исходов. Безутешные мамы требуют проверить роддом. Женщина уверяет, в медучреждении один за другим гибнут новорожденные. При этом всем ставят одинаковые диагнозы. Мама, потерявшая детей, подозревает, что малыши могли погибнуть из-за некомпетентных действий врачей. Ведь женщины покинули областной перинатальный центр не с долгожданными малышами, а со свидетельствами об их смерти. Счастливые ожидания прибавления в семействе и благополучные роды, к несчастью, каждая из них закончилась трагедией. В основном 80% погибших ребенков – это недоношенные дети. И не вдаваясь в более детализацию этого вопроса, я хочу сказать, что вопрос родоспоможения, детской смертности, материнской смертности – он всегда – это приоритет нашей задачи, как правительства, так и Акиматов. Теперь несколько отравских женщин намерены обращаться во все инстанции, чтобы выяснить настоящие причины гибели их новорожденных детей. Ведь женщины, беременность и роды которых прошли нормально, теряют детей с одинаковыми диагнозами. Пострадавшие уверяют, что сами стали свидетелями гибели нескольких детей после переливания крови или плазмы за последние несколько месяцев. Всем женщинам говорят один диагноз – внутриутробная инфекция. И в этом отношении делается определенная работа. Вы можете посмотреть до августа показатели. Они по сравнению с прошлым годом значительно идут на спад. Но в августе по каким-то причинам, это сейчас выясняет следствие, она резко возросла. В августе 26, сентябре 17. Медики же считают необоснованными обвинения в свой адрес. В больнице заявили, что чрезвычайных ситуаций у них не происходило, жалоб не поступало. К тому же у пациенток нет никаких доказательств. Ранее министр здравоохранения Ельджан Бартанов предложил освободить от должности руководителя управления здравоохранения. Сама чиновница тоже написала заявление. Мало того, 31 сотрудник роддома Атрау написали заявление на увольнение. Бауржаншехмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Новости региона. Западно-казахстанскую область с рабочим визитом посетила правительственная группа во главе с вице-премьер-министром страны Бердебеком Сапарбаевым. Посещение региона было начато с района Байтирек. Здесь заместитель главы правительства побывал в Даринском медико-социальном учреждении и встретился с населением. Медико-социальное учреждение в Даринске было открыто летом 2019 года. Здесь постоянно проживают люди с отклонениями к психическому развитию. С опекаемыми работают порядка 50 сотрудников социального центра. На данный момент у нас находится 38 инвалидов второй группы и один инвалид первой группы. Работают специалисты дефектолога, работает психолог, работает библиотека, инструктор по труду, учитель физкультуры. Встреча с населением района Байтирек прошла в Доме культуры поселка Даринск. Министр труда и социальной защиты населения заявил, что порядка 70 тысяч казахстанцев скрыли свои доходы для получения адресной социальной помощи. Были случаи, когда люди разводились и даже увольнялись с работы. По стране сегодня более 400 тысяч семей назначили адресную социальную помощь. Это более 2 миллионов человек. Из них 1 миллион 300 – это дети. Уже мы выплатили 168 миллиардов тенге. Многие семьи, большинство семей ощутили эту помощь. Заместитель главы правительства отметил, что главная цель выплаты АСП – помощь детям. С Нового года планируется ввести специальную помощь для многодетных семей. Они будут получать порядка 11 тысяч тенге на каждого ребенка. Открылись рабочие места. Только по нашим расчетам в сельском хозяйстве открылись где-то около 100 тысяч рабочих мест. В бизнесе около 7 тысяч рабочих мест. Примерно где-то около 4 тысяч безвозмездных было выделено многодетними и малобеспечным семьям грантов. В то же время вице-премьер призвал казахстанцев работать, а не уповать на социальные выплаты. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. Члены правительственной группы провели встречу с педагогической общественностью региона. Она состоялась в средней школе номер 47. Заместитель главы правительства Бердебекса Парбаев призвал педагогов приучать школьников к труду и здоровому образу жизни. Еще одна встреча с общественностью области прошла в Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете имени Жангирхана. Перед педагогической общественностью выступила вице-министр образования и науки Шалпан Каринова. Она отметила, что сейчас в Можелесе парламента находится законопроект о статусе педагогов. В документе предусмотрены меры по увеличению заработной платы учителям и снижению нагрузки на педагогов. Один из проблемных вопросов – профессионально-техническое образование. Только пятая часть колледжей применяет дуальное обучение. Многие колледжи работают на ноль. Ноль – это оценивается по отношению трудоустройства и его выпускников. Конечно, на бумаге, почетности, все говорят 76%, кто-то говорит 90%. Это все обман. Хотя три или четыре года тому назад мы ввели такое, чтобы была бумага от ГЦВП, где идет учет пенсионных отчислений. А нашли сейчас хороший хитрый выход. На один месяц трудоустраивается, приносит справку и все. На встрече с общественностью в ЗКТУ имени Жангирхана был поднят вопрос, касающийся трудоустройства в нефтегазовой компании казахстанских граждан. Выявлены факты коррупции, которые сейчас расследуются. Мы в 67 крупных предприятиях с участием иностранцев проводим проверку в отношении соблюдения прав, создания условий казахстанцам и иностранцам одинаковые. Когда будет завершена вот эта проверка, будут приняты соответствующие меры. Одна из выступающих женщин поблагодарила президента страны и правительства за ужесточение ответственности за педофилию и преступления в отношении несовершеннолетних. Очень много объявлений о том, что пропадают дети, пропадают молодые женщины. В отношении несовершеннолетних совершаются насильственные действия сексуального характера. И что самое страшное, в основном совершают это близкие люди, а порой даже и родственники. Я надеюсь, как мама двух дочек, что будут приняты самые жестокие меры в отношении таких людей. Также на встрече было отмечено, что в Казахстане поднимут заработную плату медикам и работникам социальной сферы и культуры. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. Дорогу молодым. В каворкинг-центре Бастау заместитель главы правительства Бердебекса Парабаев провел встречу с инициативной молодежью Западно-Казахстанской области. Вице-премьеру презентовали проекты, которые реализуются в рамках Года молодежи. Каворкинг-центр Бастау расположен во дворце школьников. Площадка специально создана для обсуждения инициатив молодых западно-казахстанцев. Специалисты Управления по вопросам молодежной политики презентовали Бердебеку Сапарбаеву информационный портал и рассказали о новых проектах. Такие проекты, например, «Доступный спорт» у нас в рамках этого проекта в течение трех лет построили 130 площадок. Часть из них построена предпринимателем за свой счет. Я думаю, это хороший пример, который можно транслировать на всю республику и показать пилотно, что в западно-казахстанской области такой уже проект успешно реализованный, и мы его можем применять и в других регионах. Свою историю успеха заместителю председателя правительства рассказала Рушан Сапашева. Мать троих детей закончила университет Шотландии по программе «Балашак». Устроилась в нефтегазовую компанию, а в декрете открыла прибыльный бизнес. Работаю инженером-нефтяником по бурению нефтяных и газовых скважин. Также параллельно веду бизнес, который заключается в рамке четырех салонов, которые я открыла в течение полугода. Программа «Балашак» мне помогла в бизнесе, так как я обучалась именно нефтегазовому делу. Кроме специализированных предметов, нас обучали также в управлении проектом, и это на самом деле было огромным плюсом в ведении бизнеса. Бердебек Сапарбаев отметил, что сейчас молодым открыты все дороги. Нужно активнее участвовать в реализации государственных программ. Поступил на какое-нибудь учебное заведение, ты уже сразу должен думать, где ты будешь работать, где ты будешь проходить практику. Если там, где ты будешь проходить практику, себе покажешь, они все удовольствие возьмут. Сейчас где висит кадры, хороших кадров нет, особенно вот по таким специальностям. А такие кадры, которые не имеют образования, они никому не нужны, их не возьмут. Им предлагают работу, вот 50-60 тысяч идей, а он говорит, нет, я не пойду. В завершение встречи вице-премьер пожелал молодежи развиваться и добиваться поставленных целей. Роман Копняев, Айбула Джигепар, Александр Грабарев, ТДК-42. С рабочим визитом в Уральск приехал и министр здравоохранения Казахстана Ельжан Бертанов. Глава Минздрава посетил ряд медицинских учреждений Западно-Казахстанской области и встретился с руководителями медицинских организаций. В Акжаекском районе Западно-Казахстанской области министр здравоохранения Ельжан Бертанов посетил медико-спасательный пункт на трассе Чапаева, который находится в 125 километрах от Уральска. Радиус его обслуживания составляет 50 километров. В основном сюда поступают люди после дорожно-транспортных происшествий. Помимо медицинского, в распоряжении специалистов аварийно-спасательное оборудование. Министру доложили о работе спасательного пункта. В этом году было 39 дорожно-транспортных происшествий. Ребята ночью съездили, было столкновение Шарана и КамАЗа. Одни пострадавшие были. Работают в круглосуточном режиме, вахтовым местом по 15 дней. Основная задача – это довести с наименьшими потерями до ближайшего стационара. Ельжан Бертанов проверил наличие лекарственных препаратов, необходимых для оказания экстренной помощи больным. При осмотре специального транспорта для перевозки пострадавших министр здравоохранения остался недоволен состоянием техники. Глава Минздрава не смог включить дыхательный аппарат. Ты дыхала или должен так? У нас по 3-6 метров вообще. Не работает. Не работает. Не работает. По итогам осмотра медико-спасательного пункта Ельжан Бертанов решил рассмотреть вопрос о переводе этого учреждения из ведомства ЧС в сферу здравоохранения. Это важный объект. Здесь спасают жизнь людей. Такие объекты нужны, но мы дублируем друг друга. При авариях, скажем, выезжают и бригады ЧС, и сотрудники скорой медицинской помощи. При этом в других учреждениях нам не хватает медиков. Посещая Акжаикскую районную больницу, министр проверил работу электронных программ и дал срок медикам до декабря исправить все недочеты в системе записи на прием и оказание помощи пациентам. Посетил министр и многопрофильную детскую больницу, где ознакомился с наличием оборудования. Здесь Ельжан Бертанов встретился с руководителями медицинских организаций области и подробно разъяснил систему работы программы обязательного медицинского страхования, которая вступит в законную силу с 1 января 2020 года. До 1 апреля, первые три месяца 2020 года, все граждане, даже не застрахованные, будут считаться застрахованными. Потому что это право три месяца мы можем требовать только с апреля. Ну, допустим, в январе мы не можем тему требовать, чтобы предыдущие три месяца было куплено. В ноябре, декабре не обязаны. Поэтому по закону январь, февраль, март все 100% населения будут получать и ГУБМП, и ОСМС. Но вы должны будете говорить, потому что в системе будет показываться, что он не застрахован. Вот за эти три месяца надо еще проводить, что сейчас вы это получаете. Но очень важно, что вы, мы видим, что вы не застрахованы, вы не оплатили. Очень важно, что вы оплатили, тогда апрель-ден-аргарай будете нормально это получать. Государственный объем бесплатной медицинской помощи останется. При этом пакет остальных медицинских услуг пациент сможет получить только став участником системы обязательного медицинского страхования. Заявил министр здравоохранения. Марина Горбук, Нурлан Кумашев, Рустан Жумашев, ТДК-42. К другим темам. Нарушения в проведении госзакупок в Боке-Ординском районе выявили сотрудники прокуратуры. Как сообщила прокуратура Западно-Казахстанской области, в ходе анализа установлен факт нарушения районным отделом образования процедуры проведения госзакупок. При проведении ремонта в здании интерната в поселке Сайхин договор о госзакупках был заключен только через два месяца после выполнения работ. Кроме того, отсутствовала проектно-сметная документация о ремонтах работ. По акту надзора прокуратуры района, исполняющий обязанности руководителя районного отдела образования прилична к дисциплинарной ответственности в виде неполного предупреждения о неполном служебном соответствии. Зима не за горами, поэтому самое время готовиться к холодам. В этом вам поможет выставка продажи меховых изделий от компании «Союзмеха», где представлен огромный ассортимент качественных меховых изделий по приемлемым ценам. Посетив выставку продажу, можно приобрести шубу со скидкой или в рассрочку. Российская компания «Союзмеха» на рынке меховых изделий уже более 30 лет. Главной задачей сотрудников компании является полное удовлетворение потребностей клиентов. В первую очередь компания заботится о качестве своих меховых изделий, чтобы купленная вещь могла долгие годы дарить тепло своим обладателям. Именно поэтому меховые изделия от компании «Союзмеха» полюбились всем ценителям качественных вещей. Мы привезли огромный выбор меховых изделий производства в России. Это австралийская овчина, финская и канадская норка. Шуба у нас от эконом до элит-класса. Размеры от 42 до 72. Действуют летние скидки до 20%. Также у нас работают 4 банка. Это существует рассрочка беспроцентная на 2 года. На выставке продажи меховых изделий «Союзмеха» представлено более 5000 моделей женских и мужских шуб, а также головные уборы. Ассортимент продукции удовлетворит потребности каждого посетителя. Разобраться во всем многообразии меховых изделий посетителям всегда помогут опытные продавцы-консультанты, которые ответят вам на все ваши вопросы. Жители и гости города не понаслышке знают, что меховые изделия российского производства от компании «Союзмеха» славятся качеством, удобством и оригинальностью. Поэтому активно посещают выставку и остаются с хорошими впечатлениями. Очень большой ассортимент, приемлемые цены, хорошие продавцы-консультанты, много наличия товара. То есть много можно подобрать по цвету, также и по фактуре, и по модели. Выставка продажа меховых изделий от компании «Союзмеха» продолжится до 30 ноября. Поэтому у гостей и жителей Уральска есть уникальная возможность приобрести на выгодных условиях качественные меховые изделия для себя и своих близких. Выставка продажа расположена по адресу улица Сармодатова, 28-1, торговый центр «Твой дом Квант», сокольный этаж. Уважаемые телезрители, на этом наш выпуск подошел к концу. Ищите еще больше полезной и интересной информации на наших страницах в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. Для вас работает информационная служба новостей телеканала ТДК-42. Мы всегда рядом. Спонсор прогноза погоды – потребительский кооператив граждан «Свой дом КЗ». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А также предусмотрены программы для многодетных и молодых семей. Участвуйте в программах и станьте счастливым обладателем собственного жилья. Программа действует на всей территории Республики Казахстан. Справки по телефону 8771-731-1555. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова